так друзья всем большой пачангос продолжаем находиться в риге да да и сегодня у нас так как мы находимся в риге вопросы будут именно рижские такие рижские размышления назовем их исходят они от того что разные вопросы которые поступают касаются того что сколько же ты еще в этой риге собираешься находиться да да вот такие вопросы кроме этого человек у меня спрашивает один не приобрел ли я себе недвижимость здесь кстати друзья на всякий случай хочу сказать тем кто меня смотрит впервые кто не в теме так сказать это видео так чисто болтология поэтому ни о чем вот поэтому не теряйте свое время там я не знаю смотрите другие видео этот я так буду чисто просто говорить по нашей теме скажем так по нашей пачанговской теме вот кто не в теме чтобы лишнее время свое не тратить чтобы не напрягались так взял я себе вообще вот такой медок такой не знаю видно нет вот так видите мед такой чай и сейчас буду бить самое интересное что это официантка это женщина которая продает чая она мне говорит я тебе говорит дам ложку я тебе дать ложку дам но я горит на тебя смотрю я надеюсь говорит что ты ее не унесешь с собой представляете про ложку рассказываю вот такие вот вещи интересные то есть ложки здесь все-таки уносят но район да да я знаю мне уже сказали я вчера вот с полицией место говорил но не вчера на днях спрашивал у них я же здесь поселился я говорю я в самом криминальном районе нахожусь вот я там и говорю я тогда да 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 видите без обуви говорит можно пройти здесь и ночь да 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 отсюда если вот я к вами хожу у меня просто обувь уже старая поэтому хожу к вам за ложкой да да чай попить хожу то есть здесь можно сидеть да не страшно здесь можно который дадам знаю чудесно чудес буду знать вот такие дела друзья так ладно не будем тянуть нашу балалайку значит ситуация у нас такая человек спрашивает не взял ли я с не приобрел ли я себе недвижимость так вот друзья говорю отвечаю к сожалению не помню сейчас имя кто спрашивает это мне на mail приходит письма недвижимость я естественно не приобрел я думаю в принципе это и так понятное дело что не приобрел и не приобрел не только не потому не только потому что у меня даже нету денег его приобрести то есть как бы само собой да но еще и потому что даже если они были все равно зачем я буду приобретать недвижимость в риге наверное просто некоторые люди смотрят меня впервые из-за того что я нахожусь в риге не понимает еще в чем суть и задаются такими вопросами также вопросы поступают являюсь ли я как бы рижанином то есть и гай то есть ну говорят спасибо что показываю ригу и типа местный ли я друзья я не местный единственное я сейчас на данный момент местный я сейчас москачки москачевский я сейчас на данный момент вот но так я не место и двигаемся бы для тех кто смотрит впервые для тех кто не в теме двигаемся мы солнечную калифорнию несмотря на то что мои последние ролики не настолько солнечные вот больше у них такого туманчика прибывает такого дождичка на эти ностальгических постсоветских скажем так нот вот несмотря на все это двигаемся мы именно в солнечную калифорнию такие дела а теперь что еще даже не знаю что еще рассказать в принципе если так брать ну наверное скажу когда я намерен отсюда уезжать да сейчас следующий понедельник у меня будет как бы в общем один вопрос я еще узнаю будет ответ получу если так говорить и все большому счету все я уже буду делать дальше ноги но друзья мои хочу сказать что так как и вы сего помните я недавно выкладывал свой проект автобус вот многим он понравился всем спасибо но очень многие мне написали письма что в общем как бы при том в агрессивной форме тоже писали должен сказать вот не знаю почему но вообще то что я не дружу с головой и в таком роде но это все нормально я на это внимание не обращаю вот но к чему я это говорю к тому что сейчас вот то есть почему я нахожусь вообще в риге почему я нахожусь вот в этих местах не только потому что мне здесь и нравится находиться в принципе то да мне здесь очень даже прикольно даже вот несмотря на эти районы несмотря на вот эти движухи такие абсолютно непонятные такие если так можно говорить мне здесь нравится прикольно кроме этого я здесь получаю понимаете в каждой стране есть своя изюминка в каждом городе есть своя своя изюминка вот здесь она тоже есть вот как бы несмотря ни на что несмотря вот на этот такую такую знаете такое закидывание какие-то 90-е года закидывание в какое-то посоветское советское или постсоветское такое перестроечное пространство несмотря на все это здесь есть свои такие прикольные темы также человек у меня спрашивал что тебе нравится в виде что тебе не нравится не нравится мне естественно это то что как бы рига да и вообще латвия это европа как мы понимаем да но если сравнивать с такой настоящий реальной европой то должен сказать это очень большая такая яма такая реальная то есть это чувствуется это видится и чувствуется это не только по улицам не только по найти по домам там каким-то да нет ты чувствуется это и по людям по атмосфере по состоянию людей по обеспоко по напряженностью людей то есть даже с кем-то пообщаться где-то нормально особенно с камерой без камеры ты еще ладно вот особенно с камерой чувствуется такая вот напряженка знаете и также есть такие вещи которые быть быть сложные у людей сложно быть я к сожалению не то что к сожалению они могу показывать многие вещи потому что люди просто сами не хотят чтобы этого показывал но я вам вот говорю правду хотите конечно не верьте хотите верьте я здесь вот много уже многих у людей побывал и люди не знаю может мне так везет да но люди живут очень тяжелых условиях вот на полном серьезе говорю опять таки я сравниваю сравниваю с европой да вот мы же ездим то есть путешествие правильно движение же солнечной калифорнии продолжается то есть я сравниваю с европой и когда я допустим вот много раз уже вот в гостях у людей где-то был ну но реально на самом деле очень сложно очень сложно то есть даже где-то даже просто поесть на сегодня это то есть у людей нету то есть я сейчас не шучу говорю это но так и есть конечно есть и богатые люди то есть это я не к тому что сейчас здесь все в нищете живут и есть богатые люди есть обеспеченные есть как знаете примерно что-то как в россии то есть когда господа и сословия до которые вот примерно что-то в этом роде здесь происходит взял вот так я так буду через чуть-чуть пить с медом в общем примерно вот такие движухи здесь и это то что мне не нравится естественно мне очень сложно смотреть когда люди страдают как бы так не прозвучали на не прозвучало это именно так но есть вещи которые мне нравятся вот смотрите несмотря на то что то что я сейчас рассказал когда я захожу здесь магазина и те же продуктовые магазины да здесь столько всего столько всего много вещей которых в европе нету я вас уверяю и даже простой квас это самая такая простая вещь да здесь очень большое количество разновидностей квасов большое количество каких-то продуктов тортов знаю там солений молений то есть я не очень профессионал в этих всех явствах скажем тогда не разбираюсь в этих всех делах но просто я когда захожу магазин я вижу на какой большой выбор есть понимаете то есть все вот это вот постсоветское да вот это все со российской если хотите или украинской или еще какой-то ну то есть вот люди которые в этом жили они это все видят конечно те люди которые меня сейчас смотрят и которые это видят каждый день для них в этом нет ничего удивительного давайте но когда ты путешествуешь по европе в основном да вот эти страны все-таки европейские у меня были не считая некоторых вот когда ты путешествуешь по европе то ты даже сам не замечаешь как ты от этого как бы отходишь и вот только оказывая здесь я понимаю сколько всего оказывается вот то что то что я оставил так можно сказать да сколько всего есть вот это одна сторона другая сторона конечно это здесь то что есть такая духовная если так можно выразить сторону это духовность заключается в книгах вот как бы странно это не прозвучало за эти два года путешествие я прочитал максимум максимум ну не знаю но 10 книг это максимум даже не 10 просто это я так чисто сейчас максимум понимаете и я то я понял недавно одну такую вещь я раньше думал что я вообще не читаю книги то есть мне казалось что я книги очень мало читаю но только сейчас прибыл сюда то есть да вот эти вот где здесь на русском языке просто книги книжные магазины куда я захожу при том где можно просто сидеть и читать то есть не обязательно покупать я там просто сажусь и читаю так вот суть в том что именно прибыл сюда я понял что я оказывается за все эти два года вообще не читал книг если я раньше думал что я их не читаю я понял что раньше я кажется читал и даже нормально читал просто это чтение происходило в каком-то таком режиме вот знаете они есть книги раз ты нашел трек прочитал раз трек прочитал вот таком режиме происходило а так как во время этого путешествия этих книг не было все были книги на иностранных языках на иностранных языках я читать не умею поэтому получилось так что как-то само собой и не читал и сейчас я даже купил одну книгу купил одну книгу и его можно сказать так просто впитываю и знаете я и читаю с таким наслаждением такое знаете чувствовать книгу когда-то держишь никогда ты по интернету читаешь вообще не люблю по интернету читать и не читаю по интернет книги а именно когда ты берешь катего садишься и так с осмыслением так с какими-то мыслями с какими-то знаете погружаясь вот в эту атмосферу читаешь я кстати думаю что скорее всего друзья я скоро эту книгу тоже разыграю вот как разыгрывал нож кстати я же забыл насчет ножа если вы помните я недавно разыгрывал свой нож вот он вот и он должен был уйти одному из победителей но победитель победитель под ником его зовут по-другому я так думаю но уверен у него ник алексей смирнов у него ник так вот алексей смирнов от себя лично и от всей банды скажем так нож оставил мне за что ему и всей банде большое спасибо я еще раз говорю хотя если честно говорить конечно я реально то есть мне было в кайф этот нож отправлять то есть когда уже ему победители избрали я даже пошел на почту нашел почта где находится то есть все нашел думаю ну все сейчас человек пришлет адрес и знаете с таким вот как сказать получает такое удовольствие я в его сторону этот нож направлю но потом я прочитал комментарий что он оставил свои комментарии о том что он его оставляет в банде то есть еще раз еще раз о чем говорит о том что банда у меня очень серьезно я об этом уже говорил когда кстати этот нож разыгрывался в самом начале поэтому еще раз большое спасибо нож остается при мне мне значит не надо брать новый нож вот как видите какая у меня банда то есть и розыгрыши можно творить и и подарки остаются на месте но следующий розыгрыш обязательно будет с таким условием что тот кто выигрывает вот обязуется что все-таки получить потому что когда как теряется сам смысл скажем так вот такая обстановка у нас так что у нас еще было что у нас было значит сейчас друзья одну секундочку маленькая маленькое отступление скажем так дальнейшее направление что хотел вообще сказать на дальнейшее направление друзья мои я решил чуть-чуть по-другому сейчас двигаться решил я это связи с тем связи с вот с этим новым проектом который я реально хочу задвинуть я понимаю что ваши письма и у вашей точнее не именно ваши потому что меня реально поддерживают за что спасибо понимая письма тех кто думать что я тронулся с головой вот и как мне один человек написал тоже он мне пишет зачем ты говорит придумываешь придумал такую как там было написано в общем я сейчас не помню слова но смысл был такой зачем ты такой типа бизнес придумал неужели нельзя было найти что-то обычное и заняться этим обычным бизнесом и путешествовать потом на эти деньги вот отвечая на этот вопрос если так просто человек тоже я не знаю или ты недавно смотришь мой канал если ты сейчас будешь это видео смотреть да или ты не понимаешь сути понимаешь что есть зарабатывать деньги чтобы путешествовать принципе я и так получаю деньги у меня и так есть доход и я и так путешествую смысл суть не в этом понимаешь не в этом суть суть заключается совсем другом и тем более суть не в бизнесе это это не бизнес проект то есть это не мой проект для заработка денег или для заработка денег да как абсолютно нет это просто не знаю прикол если хотите мои как вам удобно то есть это просто если по-другому сказать хочется сделать что-то такое чтобы реально было интересно дальше продвигаться понимаете как то так получается потому что если на этом за конечно конечно у него есть своя сторона другая я сейчас объясню в чем заключается эта сторона сторона заключается в том что любой проект любой проект да если ты не заинтересуешь людей опять-таки в первую очередь спонсоров тех же финансово никто вкладываться у него не будет правильно же то есть мы это все прекрасно понимаем из-за того что я сейчас нарисую там автобус какой-то или не знаю космический корабль или дирижабель или да что угодно и скажу давайте мне деньги там тем более лям до миллион евро но мы же прекрасно понимаем что без заинтересованности никто этого делать не будет то есть должна быть заинтересованность и если сам бизнес-план из есть вообще сам по себе он есть не потому что смысл в том чтобы то есть я его сделал сделал для того чтобы заработать денег нет он сделан для того потому что мне по кайфу его было сделать во первых мне показался это интересным если это получится это будет вообще мне кажется шикарно просто такой сумасшедшая такой безумие будет настоящий настоящая патчанга будет такая идти вот ну кроме этого бизнес сторона в чем заключается в том что я у меня по крайней мере мне так кажется я так думаю я смогу заинтересовать этих людей которые будут в этот проект деньги вкладывать тем чем возвратом то есть ни один человек допустим не будет рубль вкладывать если он из этого не получит если они получат 2 рубля мы же понимаем это то есть ситуация такая вот и все то есть именно на этом и строится то есть я рассчитал постарался рассчитать точнее продумать так чтобы и проект сработал но и люди которые будут в этом в это вкладывать чтобы они естественно на этом заработали в том числе конечно я заработал то есть чтобы мы все заработали если это так можно выразиться то есть смысл такой у него идет не в том смысл что заработать денег потому что понятное дело что можно любую другую тему открыть и зарабатывать денег но вы же понимаете что я сейчас не буду никакую тему открывает в этом смысла нет не то что смысла нет нету интереса в этом я не буду этим заниматься поэтому такие дела друзья вот ну что ж продолжим и поэтому тот же автобус он будет именно таким образом создаваться конечно я прекрасно понимаю и вы понимаете я понимаю что это нелегко будет да и даже я сейчас думаю вообще я что хочу еще если так по-другому говорить я хочу не только автобус на автобус это уже больше более такая серьезная такая цель я хочу сейчас приобрести в первую очередь машину понимаете притом не просто машину какую-то для 2-4 колеса что просто дне хороший такой красивый кабриолет он так будет красиво сочетаться с моим шоу чтобы но естественно мы же солнечную калифорнию двигаемся они не не в лесополосу правильно вот то есть такой красивый кабриолет я так примерно думаю черно-белого он будет цвета под цвет моего сайта так примерно мне кажется но в крайнем случае он еще может быть небесного цвета небесного такого цвета как знаете фильме достучаться до небес смотрели фильм достучаться до небес вот примерно как там 230 mercedes небесного цвета но я не думаю что это будет 230 mercedes скорее всего он даже не будет 230 mercedes но он будет небесного цвета то есть автомобиль или черном черно-белого цвета будет или небесного цвета будет вот приобрести его по большому счету я собираюсь точно также вот как это автобус то есть это будет такая как сказать хочу попробовать на меньшем потому что принципе машина приобрести машину это не миллион евро это не такой глобальный проект и если автобус он еще не до конца расписан в нем еще нету вот этих вот деталей понимаете то есть бизнес-план даже если так говорить нету бизнес плана конкретно что будет как будет откуда будет то есть даже если сейчас человек скажет мне отзор вот я готов вложить распиши мне конкретно да да общее понимание есть общее представление есть все есть но конкретного нету хотя бы потому что я даже не знаю конкретную стоимость этого автобуса я примерно посмотрел примерно узнавал но это примерно сейчас дальше после вот этой риге скорее всего я сейчас не буду говорить точно мы поедем или в германию или швецию вот в швеции находится автобус искания скорее всего я так думаю что мы туда друзья поедем я вам покажу как там все работает ну если конечно не разрешат это там снимать если если это можно будет снимать то есть я хочу узнать как работает какие автобусы на заказ сколько с обойдется сколько стоит в общем полнейшую информацию по этому автобусу по нашему автобусу по нашему стеклянному автобусу скажем так вот но кроме этого как уже сказал я собираюсь вот этот же проектик в мини в мини образцы воткнуть автомобиль то есть вот этот кабриолет и кто захочет допустим поддержать тему чтобы вообще вы понимали что я хочу то есть представьте вот будет машина у меня да я буду ездить на машине естественно по этим же автобусным делам но автобуса еще нет то есть начальность так буду ездить на машине путешествие тоже самое продолжается но уже на автомобиле то есть я естественно поставлю камеры в этом автомобиле они будут снимать как меня будут снимать так и окружение будет снимать и самый большой плюс в том что ты в любом месте можешь остановиться понимаете то есть ты едешь едешь раз ты захотел остановиться это не как когда в автобусе едешь или даже автостоп это даже автостопом не всегда можешь остановиться потому что может где-нибудь вылезти потом еще сутки там будешь стоять в лесу где-нибудь зависнешь понимаете а здесь у тебя машина ты в любом месте вот ты едешь по трассе раз допустим вы мне говорите анзор вот будешь проезжать вот это место покажи нам вот это место я его раз проезжаю чик остановился спокойно даже если я там за ночевал у меня есть есть за ночевать автомобиль понимаете то есть такая конечно все время в автомобиле ночевать это сложно будет естественно я буду стараться и в отеле ночевали но даже если те деньги которые идут на отель и потратить на тот же бензин то можно двигаться снимать и ночью я в автомобиле то есть примерно так понимаете то вот такую движуха я хочу вот и этот автомобильный проект я вот тоже скоро выложу то есть делаю сайт виртуальный автомобиль сделаю на котором можно будет размещать вашу рекламу как уже сказал там уже не нужен миллион долларов там будет нужно точно не знаю сколько ну посмотрим 30 тысяч долларов 50 тысяч долларов одним словом это уже другие суммы в любом случае другие суммы может быть что-то из этого и получится кроме этого есть такие сайты друзья сейчас тоже нашел сайты принципе я уже давно нашел но сейчас как бы буду втыкать это все есть такие сайты где ты можешь продвигать свои проекты то есть собирать деньги то есть ты втыкаешь свой проект показываешь его там разные участники разные люди смотрят твои проекты они по каким-то причинам вкладываются допустим грубо говоря а нет не то что по каким-то причинам ты им тоже что-то обещаешь тот кому-то просто нравится твой проект да они копейку дают кому-то хочет что-то за это получить допустим если ты допустим я автомобиль делаю я сейчас образы говорю делаю автомобиль я говорю тот кто положит мне там допустим 100 долларов пришлет тому я размещу видео там грубо говоря скажу спасибо кто там тысячу долларов пришлют этому я на автомобиле его имя напишу понимаете то есть вот такие вот вещи и и не знаю я еще в этом не участвовал но многих людей там очень много проектов которые получились люди получают деньги и вам тоже кстати я это советую в том плане что вообще я вам скоро об этом все покажу когда я буду свой проект выкладывать я вам обязательно покажу чтобы тоже если у вас есть конечно какие-то идеи какие-то проекты чтобы тоже их могли осуществлять потому что там реально реально на самом деле там очень много проектов очень много проекта очень много разных идей кто-то музыку свою пускай допустим сейчас натали она туда будет готовить тоже проект туда будет втыкать песню и и чтобы клип сделать на эту песню тоже будет туда втыкать опять-таки посмотрим что получится я вам тоже это покажу то есть и страницу покажу как это все происходит покажу вот что вы могли видеть то есть вот такие сайты вот буду я втыкаться на эти сайты тоже одним словом по всем направлениям будем двигаться но суть цель если что вы поняли у меня сейчас больше направление делать на интернету сторону то есть естественные путешествия но допустим вот сейчас я буду по этому автобусу узнавать это время то есть я буду узнавать по автобусу буду туда ходить буду ездить буду встречаться кроме этого мне надо своим адвокатом тоже до конца выяснить вопросы как эти деньги будут проходить как они будут уходить то есть вот эти мелочи потом мои какие-то личные документы еще какие-то вещи тоже в принципе один из самых сложных таких вопросов да тоже вот то есть вот эти все вещи вот именно Вот этими вещами я и собираюсь в ближайшее время, если это кому-то интересно, то есть планы на будущее, так скажем, вот этими вещами я собираюсь заниматься. То есть уже не просто двигаться, не просто путешествие, а уже такое содержательное путешествие. Я могу объяснить, почему это такое будет, почему так. Потому что само путешествие, вот эта мечта, вот эта настоящая мечта путешествовать, она у меня, в принципе, она у меня сбылась. То есть, понимаете, она у меня реально сбылась. То есть у меня уже нету вот этой горячки какой-то. Допустим, вот я сейчас, грубо говоря, если я сейчас увижу океан, как зимой, да, я сейчас увижу океан, я туда уже не буду в нем зимой купаться. Как я это делал? Не буду, потому что у меня уже нету вот этого адреналина. Конечно, есть интерес, нету такого, что я там не хочу путать. Нет, наоборот, есть интерес, есть рвение даже, есть все. Но это уже в более таком, знаете, насыщенном варианте, если так можно выразиться. То есть в плане вот путешествий именно я уже более-менее присытился. У меня, конечно, очень много стран, которые можно посетить, очень много мест, которые можно посетить. И мы их и будем посещать, даст Бог. Мы будем ездить, мы будем все это смотреть, я вам буду все это показывать, естественно. Но вот этого безумия, безумия именно вот сейчас взять и все, добраться до моря и просто море и все, и туда нету. К сожалению, кстати, нету. Потому что я лично завидую тем, у кого это будет еще впервые. У вас, друзья, если вы мечтаете путешествовать, я вам советую просто встать и ехать, и все, и не напрягаться. И вы увидите, как у вас все будет четко, вы просто будете кайфовать от этого. К сожалению, я уже этот кайф испытать не смогу. Но я буду испытывать другой кайф, уже буду переходить на другой уровень, скажем так, да? Такой уже чуть-чуть как бы присыщенный такой уровень. Но, как уже сказал, этот присыщенный уровень, я хочу его сделать интересным. Самое шоу, которое вот, Анзор ТВ, уже поднять на какой-то уровень я хочу. И я сейчас буду, и в Фейсбуке уже нормально регистрацию свою сделаю, там эту группу нормально в порядок приведу, потому что я туда не заходил. И в ВКонтакте сделаю, и в Анноклассиках сделаю. И также сейчас создается сеть, о которой я говорил, наша бандовская, пачанговская социальная сеть. Руслан из Татарстана ее сейчас в данный момент делает. Я надеюсь, все получится, и скоро вы ее увидите. То есть она запустится. Также и автобус тоже, сайт создается. Тоже мага из Москвы наш, Браза его делает. Тоже, я надеюсь, все получится. То есть как бы уже в этом направлении, друзья, буду я двигаться, чтобы вы понимали, почему я здесь зависаю, почему я в других местах зависаю. Почему нету вот этого, знаете, почему вот я сейчас не стою, грубо говоря, и просто не лечу в какую-то солнечную страну. Нету такого безумия, чтобы туда сейчас полететь. Вот говорю честно. Просто, да, есть желание, но безумия нету. Я сейчас решил вот эту энергию, я хочу направить на эту сторону. Поэтому все это сейчас буду делать, и я надеюсь, с вашей помощью, с нашей общей помощью, в общем, нашей межпочанговской, скажем так, если у нас будет такая межпочанговская связь, я думаю, что все у нас получится. Вот такие вот, друзья, я не знаю, ответы на вопросы. Мальчик здесь сидит. Как дела у тебя? Хорошо. Нормально? Как тебя зовут? Андрей. Андрей? Иди сюда, Андрей. Передай привет моим зрителям. Привет. Передай всем привет. Как живешь вообще? Хорошо. Хорошо. Чем занимаешься? Ну, ничем так. Ничем не занимаешься? В школу ходишь? В детский сад ходишь? Уже все закончил? Да. В каком классе ты? В втором. Уже во втором классе? Ничего себе. Мечта есть у тебя какая-нибудь? Расскажи о своей мечте. Нет, это секрет. Секрет? У тебя секретная мечта? Да. Да ты что? А кому-нибудь рассказывал о ней? Никому не рассказывал. Такой сильный секрет? А есть мечта, которая не секретная? Нету. Нету? Все секреты. Да. А ты со зрителями не можешь поделиться? Нет. Почему? Секрет ужас сильный. Но это будут знать только мы, почанговцы, только будем знать. Ты знаешь, кто такие почанговцы? Знаешь? Это такая банда. И только ты, почанговцы, будут знать. И все. И мы будем это в секрете держать, никому не скажем. Ты же никому не расскажешь мой секрет, если я тебе поделюсь. Не расскажешь? Вот у меня, видишь? Видишь, смотри, снимает нас. Вот это вот нас будут смотреть почанговцы. Это моя банда, наша банда. Понимаешь? Это мой секрет. Но ты только никому не рассказывай. Когда домой придешь, маме тоже не говори. Хорошо? Ты теперь тоже можешь рассказать свой секрет. Какая у тебя мечта? Ну, чтобы я учился лучше. Чтобы ты учился лучше? Ха-ха-ха. То есть у тебя такая мечта? Да. Ну, ты молодец. А кто тебе эту мечту привил? Родители или кто? Мама тебе сказала? Я сам. Сам сказал? Ты плохо учишься? Ну, чуть-чуть. Чуть-чуть плохо учишься? Двойки получаешь? Одну двойку только получил. Одну двойку хочешь? Но я тебе тоже по секрету скажу. Ты не переживай. Если ты получишь двойку, это не страшно. Это ерунда. Хорошо? Да. В крайнем случае можешь дневник потерять. Или страницу выдернуть. Да. Правильно? Так что не переживай. Все нормально. Это мелочь жизни. Прошли? Счастливо. До свидания. Такие вот дела, друзья. Видите? Дети уже о чем мечтают. Настолько детей зомбировали, бедолаг, что они уже мечтают лучше учиться. Можно подумать, это их на самом деле реально мечта. Уж я-то знаю, о чем мечтают дети. Я думаю, вы тоже прекрасно знаете. Вот, пачанговцы мои, пачанговцы. В общем, такая же туха проходит. Время у нас идет. Я уже предупредил, друзья. Время идет. И это видео просто так. То есть, его не нужно смотреть. Его не нужно смотреть. Оно не смотрибельное. Оно просто так идет. Понимаете? Я его снимаю. Поэтому, того, кого идет время, кто живет в другом ритме, не напрягайтесь, не смотрите. Я же что-нибудь вам еще расскажу о жизни местной, которая здесь проходит. Ну, или о планах, которые у нас есть. Сейчас вспомню какие-нибудь вопросы, какие еще были насчет этих бизнес-планов у нас. В общем, примерно, друзья, вы же поняли, замысел мой, да, сейчас, как мне хочется, как мне видеться, просто я хочу чуть-чуть повысить, как уже сказал, уровень, сделать более интересным само шоу. Автомобиль тот же хочу, потому что я примерно уже прикинул. Вообще, если так реально говорить, суть в том, что у меня не получается на данный момент пока приобрести автомобиль отложиванием, да, или, как сказать, откладыванием денег. Так, не получается, как ни кручу, ни верчу, хотя я никогда не понял, не пробовал этого делать. Вы знаете, отложить там что-то. Нет, буду говорить, как есть, ничего не пробовал, живем одним днем, как говорится. Но даже если я так просто продумал уже, даже если я буду откладывать, все равно не получится. Точнее получится, если я сейчас где-нибудь сяду на какое-нибудь обеспечение, а профсоюз заплатит, да, и в течение там сколько года посижу, ну да, за 12, там, я не знаю, за 10 тысяч евро, наверное, купить же можно автомобиль, правильно? То есть, таким образом, да. Но если жить, если путешествовать, если продолжать наше движение, то не получается. Поэтому то, что я хотел сделать с автобусом, я сначала попробую сделать с автомобилем. Вот, если получится, если получится уже на автомобиле, при том, как я уже говорил, на красивеньком автомобиле, то есть, вообще, я вам одну вещь объясню сейчас, друзья, чтобы вы понимали, я сейчас это почему вспомнил, почему я хочу это объяснить. Некоторые люди, которые мне пишут, мне кажется, что не совсем понимают суть вообще вот моего проекта, суть моего шоу, если так можно сказать, да, ну, по крайней мере, шоу я хочу из него сделать, это точно такое мощное, не совсем понимают даже его ценность какую-то, почему? Потому что на самом деле ценность, у него нету какой-то ценности, если так правду говорить. Вот, как бы сейчас странно не прозвучало то, что я вам скажу, вот, то, что мы сейчас с вами общаемся, вот вы заходите на мой блог, да, вы заходите на мой канал, мы с вами общаемся, вы получаете какую-то энергию, какой-то, какой-то... Вообще, мы же все понимаем, что мы все, вся наша жизнь, вся вот мы, лично я, лично вы, вот кепка моя, куртка, чай, кофе, тот же автомобиль, тот же автобус, все-все-все на этой планете, вот все, что Всевышний Бог создал, все это, все это, все это энергия, то есть все это энергия, правильно же? Это все энергия, и, а энергия что такое? Энергия – это движение, понимаете, то есть по большому счету, вот все в этой жизни – это движуха, да-да, вот так вот, именно движуха, и все, и больше ничего, понимаете? Смысл в чем, суть в чем? И нету вот этих, нету, нету вот этих ценностей, нету, нету, вот смотрите, вот видите, я вот так вот делаю руками, смотрите, видите, все сквозь пальцы проходит, почему? Потому что здесь хвататься не за что, понимаете, здесь за что-то ухватиться варианта нету, это все энергия, просто это нам кажется, что мы вот так вот сейчас хватаемся, это иллюзия, если хотите, мираж, как угодно, приятного аппетита вам, правильно же я говорю? Все мираж, все иллюзия, вот я со зрителями своими общаюсь, нет, как вы думаете, как ваше мнение? Просто все реальтат, то есть материальный мир существует все-таки, да, вот раньше ученые, эти философы еще во времена Сократа, они, они знаете, чем занимались? Они выходили на улицу и камни пинали, камни, камни, вот камни брали, камень большой лежит, камень на дороге, они его со всей дури пинали ногой, для того, чтобы испытать боль и доказать всем, что материальный мир существует, что если есть боль, значит есть и материальный мир, но это же не доказывает, это наоборот доказывает обратное, нет? Да, вот, девушка согласна, парень не согласен, передайте привет, не понимает, передайте привет моим зрителям, как тебя зовут? Привет. Привет. Меня зовут Элза. Элза? Элза. Мариш. Мариш? Элза, Мариш. Друзья, вот так вот, видите, люди, я вот общаюсь, это моя банда, вообще, чтобы вы понимали, у меня банда, на данный момент, около, сейчас, секундочку. Никого нету. Не-не, есть, есть. У тебя теле 2, да? Я не знаю, там теле 2 или теле 4, но там есть точно, как минимум, 2000 с чем-то человек там есть, это я могу 100% гарантирую. Честно? Да. С кем ты говоришь? Да. С кем? Анзор.ТВ, видишь, написано. Интернет же есть дома? Да. Заходи на анзор.ТВ. Хорошо? Анзор, да? Да, запиши. Мы там будем? Да, вы там будете. Вот. Я не верю. 2000 человек. Ты в материальный мир ты веришь, а то, что в банду в 2000 человек ты не веришь, это только начало, это только начало, мы начинаем расти. Это, это банда, знаешь, какая, это такая, это зародыш, это такие самые близкие. Да. А скоро пойдет очень серьезная движуха. А что вы там делаете? Просто говорите? Нет, мы вообще двигаемся в Солнечную Калифорнию, к мечте. Это не какая-то... О мечте. Вот, допустим, есть у вас мечты какие-то? У тебя есть мечта? Конечно. Можешь рассказать? Не хочу. Не хочешь? Ну, секретная мечта. Да. У тебя? Я не говорю по-русски так хорошо. Ничего страшного, здесь все на разных языках. Ты можешь... Как ты? Не веришь, да? Нам-нам-нам-нам-нам-нам. Расскажи о своей мечте, если есть. Вообще, я собираю мечты людей. Путешествую по миру, вот два года уже путешествую по миру и спрашиваю людей об их мечтах и как они к ним идут. Как они добиваются своей мечты. Это не какая-то секта? Не-не, какая секта? Я точно не знаю. Просто говорю, спрощу. Не-не-не. Это самая главная суть проекта. Суть вообще нашей банды, да? Да. Потому что мы все свободны. То есть здесь нету... Ты мне ничего не должен. И я тебе ничего не должен. Понимаешь? Да. Она мне ничего не должна. И я ей ничего не должен. Мы все свободны. Абсолютно. Здесь все идет по... Вот тебе в кайф, вот со мной говорить, допустим. И мне в кайф. И все. Не более того. Ну да. Тебе кайф пирожок сейчас есть. Да. И все. Не более того. Вот хороший пирожок, правильно? Не более того. Если ты вдруг испытаешь, что пирожок тебе не в кайф, ты по закону нашей, как ты говоришь, секты... Да. Ну, я шучу, да? По нашей, по чанговской теме, ты можешь просто пирожок положить и все. И никто тебе ничего не скажет, потому что мы здесь все свободны. Понимаешь? Вот так вот. Поэтому, если есть какая... О чем вы там говорите сейчас? В данный момент я обсуждал наши дальнейшие планы на будущее. Вот. Сейчас... И какой-то главный? Ну, как главный. Просто я двигатель в данный момент. То есть я двигаю, и моя банда, это вот 2000 с чем-то человек, но мы растем каждый день, нас больше и больше становится. Вот. И сейчас, на данный момент, у нас проект заключается в том, что мы хотим сделать большой автобус. Огромный такой автобус, он будет стеклянный, относительно, частично. Да. В этом автобусе будут, как сказать, как реалити-шоу. Что там будет? Реалити-шоу. Знаешь, шоу такое реалити-шоу? А, да-да-да. Вот. Вот. Он будет ехать по миру, а в нем будут участники. Допустим, ты можешь в нем участвовать, если у тебя есть таланты какие-то. Она может участвовать. Я могу булочки есть. О, ты будешь булочки есть. Друзья, а вам интересно, как человек ест булочки? Если интересно, вы можете за него голосовать, к примеру. Вот и все. То есть будет такое реалити-шоу. И мы сейчас, я сейчас об этом говорил, то есть о планах на будущее. А ты откуда вообще? Из Латвии? Нет. Я два года путешествия с Ингушетии. Да. Ну, откуда ты вообще? Ингушетия, Кавказ. Не знаю, это какая-то. Ну, это горы, горы, знаешь, Дик? Нет. Нет? Кавказ, знаешь, Дик? Нет. Ну, нормально все. Не напрягайся, Клав. Это самое главное. Чем ты меньше знаешь, тем ты счастливее. Так и есть. Да, так и есть. Горе от ума. Горе от ума. Не зря говорят. Вот такие вот дела. Что, поделишься мечтой с вами? Там какой-то лайфстрим? Да, там все идет. Вот все будет. Эти все люди, вот они скоро посмотрят, как ты ешь пирожок. Оценят. Интересно. Вот так вот. Ладно, не буду я вас напрягать. О мечте, если хочешь рассказать, можешь поделиться. Если хочу, тогда расскажешь, да? Скажешь. Да, да, да. В любом случае, Анзор ТВ запиши. Да. Пригодится тебе. На будущее. Опишешь где-то. Да. Хотя бы. Хочу посмотреть что-то. Надо же хоть как-то образовываться, правильно? Не обнимаю. Поэтому, чем ходить в школу, в институт, и лучше смотреть Анзор ТВ. Намного полезнее. Да, я в школу, вот меня отчислили в школе, со школой. И ничего плохого не стало. Мы тоже в школу не идем. Работаем. А, работаете. Это ужасно. Кстати, я хочу тебе сказать, что как раз таки вот наша банда вся, да? Да. Мы против работы. Что? Мы против работы. Да, но деньги какие-то надо. Надо зарабатывать. Но мы за то, чтобы человек занимался своим любимым делом. У тебя есть любимое дело свое? Да. Чем ты любишь заниматься? Ну, расскажи. В игры может играть? Ну, всякие дела. Всякие дела. Вот ты можешь на этом зарабатывать? Да, могу, но там трудно. Трудно? Да. Зато интересно. Зато интересно, конечно. Да, если ты начнешь, у тебя же пойдет как по нарастающей. Сначала копейка, копейка, а потом нормально будет, чем ходить на работу, которая тебе не нравится. Ну, да. Так мы не делаем. Не делаем? А, только где нравится. Да. Ну, тогда молодец. Тогда все четко. Тогда ты уже в нашей банде. Как минимум. Да, уже все. Но у нас, знаешь, очень серьезная банда у нас. Войти просто, а выйти невозможно, как в Казаноске. Ну, такая секта тогда. Не, не, не секта. Я ошибся, ладно, нормально все. Да, да. Ладно. Добрый? Мы пойдем дальше, да? Всего хорошего. Удачи тебе. Спасибо. Счастливо. Заходите, пишите, звоните. Если хотите, телефон мой запишите, если здесь живете, на районе. На районе нет. Нет? Нет. Вообще, есть цель. Так что, ладно. До свидания. Успехов. Так, друзья, ну что, продолжаем. 45 секунд. Ну, нам по барабану, потому что мы сегодня время не засекаем. Как я уже говорил, кто нас не смотрит, те нас не смотрят. Смотрят нас только те, кто смотрит. И все. Сейчас я чайку еще закажу. Я извиняюсь. А можно еще чай? Можно. Спасем. Черный. Вот. Так, друзья, о чем же мы говорили? В общем, о наших проектах. Одним словом, сейчас, если тема пойдет, то пересядем мы на коня. Кстати, именно этим, одним из этих вещей я в этой Риге, кстати, и занимаюсь. И в следующий понедельник мне придет ответ. После этого ответа, даст Бог, я отсюда дергаю. И уже дальше вам буду показывать разные интересные тоже вещи. Но, как уже сказал, будем и в интернете продвигаться. Так. Так, сейчас я постараюсь вспомнить. Какие-то ответы еще были, вопросы какие-то были. Не помню уже. Так, давайте я вам, знаете что, друзья, давайте я вам, я сейчас вспомнил вопрос, давайте я вам отвечу насчет улыбки. Вот. Что такое улыбка? Человек мне задает такой вопрос. К сожалению, я сейчас не вспомню, кто его задает. Ну, просто, я сейчас, просто то, что вспоминаю, то вспоминаю, да, то есть, если что-то не отвечаю, вы уж не держите обиду. Одним словом, вопрос был такой. Он даже был не то, чтобы вопрос, человек мне говорил. Такой, знаете, такой, посыл такой был, типа, вот ты про Европу типа рассказываешь, но в этой Европе люди не настоящие, и у них даже, они даже улыбаются тебе, типа, не по-настоящему. То есть, вот такая ситуация, типа, тебе даже улыбаются не по-настоящему европейцы, да? Сейчас я вам вот про это хочу рассказать. Раз, раз пошла такая пьянка. Кстати, спонсор сегодняшнего ролика. Черный чай с лимоном. Значит, чем отличается улыбка европейская от российской, или постсоветская, так будет лучше сказано. Чтобы это не была именно российская, а чтобы общая была, да, там, Украина, Россия, Белоруссия, в общем, постсоветская. Чем отличается? Это, опять-таки, друзья, это чисто мое мнение, то есть, это не есть правда и не есть ложь. Это не есть истина, это чисто я просто с вами сижу, вот как вы понимаете, делюсь, разговариваю, общаюсь. Так вот, суть заключается в том, что европейские улыбки, если у меня спросить, они на самом деле далеко, далеко не такие фальшивые, как некоторым представляется. Допустим, у меня сложилось такое впечатление, что американская улыбка, вот именно американская, я могу опять-таки ошибаться, я этого не знаю, надо будет спросить у блогеров, которые у нас из Америки. Вот именно американская улыбка, хотя мы еще в Америке не были, мы пока двигаемся в солнечную Калифорнию, но именно американская улыбка, мне кажется, в ней есть какая-то фальшь. И тоже я сейчас объясню, почему. Смотрите, друзья, вот люди, которые живут в России, да, допустим, когда вы заходите в магазин в России, даже здесь, кстати, в Латвии, относительно, такая тема, когда вы заходите в магазин, продавец, вам не улыбается. Если даже он улыбается, не забывайте, через что проходит его улыбка. Что такое значит, через что проходит? Смотрите. Во-первых, социальное положение. То есть средняя, вот эта средняя часть населения в России, ну, постсоветское пространство, они социально находятся в очень неуверенном состоянии. Понимаете? То есть, допустим, грубо говоря, тот же человек, который, куда вот вы зашли в магазин, и вам там стоит девушка или там парень какой-то, да, на кассе, к примеру. И вот вам он так или вообще не улыбается, или там чуть ли не со злом смотрит, да, как в некоторых, вот здесь даже некоторые такие магазины есть. Вот. Или же улыбается так, через натяжку, так, знаете, улыбается. Вот. Потому что, допустим, представьте, что он уволился с этой работой. Вот сейчас взял и уволился. Что он должен будет испытать? Он должен будет испытать сильнейший стресс. Потому что у него не будет. Или его уволили. Даже не уволился. Он-то сам никогда в жизни не уволится. Это очень редко, кто может уволиться с работы и всех послать и пойти в свободное плавание. Это уже другая история. Уволили его, да? Так вот, при этом увольнении он должен будет испытать очень такой немаленький стрессик. Из-за того, что он абсолютно не защищен. Потому что деньги, даже если они существуют, вот эти социальные какие-то там помощи, да, даже если он их получит, ему это хватит выпить несколько чашек чая. И все. Но ему это не хватит оплатить жилье, более-менее поесть, да просто выжить. Так, более-менее выжить. Я не говорю шиковать, там в ресторан находить, гулянки устраивать, просто выжить, понимаете? Кроме этого, кроме этого, в этой ауре, вы сами лучше знаете эту ауру, вот кто живет в России, кто живет в Украине, вы сами можете вот тоже написать в комментарии. Как вообще, вы пребываете в каком состоянии? Постоянно пребывает в состоянии подвешенности. Постоянно у тебя какие-то нерешенные вопросы, постоянно у тебя какой-то нестабильняк, если так можно выразиться. Да, понятное дело, что стабильности вообще в мире не существует, полной стабильности. Там, единственное, что в этом мире стабильно, это нестабильность. Это как бы, это естественно. Но в таком простом человеческом уровне вот этой стабильности не существует. Защиты, если так можно выразиться, от государства. Даже обычный тот же полицейский, который, казалось бы, должен защищать, ведь ничего удивительного не будет, если вы будете идти по улице, и вас заберут в какой-то полицейский участок, или вы попадете в какую-то историю, и вы там окажетесь вообще не по коняртой какой статье. Скажите, разве вот то, что я сейчас говорю, это удивительно? Абсолютно ничего удивительного в этом нету, правильно же? Потому что мы все это привыкли видеть. Это обычное состояние, это обычные вещи уже стали для нас. Я уже не говорю про более худшие вещи, похищение, убийство, криминал на улице, который действует. Допустим, грубо говоря, ваш ребенок, вы его отпускаете в школу, а он идет на работу. Точнее, вы идете на работу, или вот этот человек, который вам должен улыбаться, у него ребенок отпустил его в школу, в детсадик, и он за него тоже мысленно переживает. Он не знает, как он дойдет, дойдет ли он, а что будет в школе, все ли там нормально будет. Потому что позавчера произошла такая история, а три дня назад там какой-то воспитатель натворил такое, и там какой-то Вася с соседнего класса пострадал, кто-то попал в больницу. Понимаете, кого-то там похитили, кого-то еще что. То есть постоянно есть эмоциональное вот это вот напряжение, постоянно есть эмоциональные новости, которые исходят не только из интернета, плюс еще, кстати, плюс еще из интернета, из телевидения, а которые исходят просто из жизни нашей, окружения. Мы постоянно видим вот этот мир, серый мир, из которого хотим, естественно, наверное, вырваться, но хотим, не хотим, это другая история, то есть мы в нем находимся. И вот этот человек стоит на кассе, и когда вы заходите в магазин, вот он вам должен улыбаться, понимаете вы, он вам должен улыбаться. И вот как вы думаете, как он вам будет улыбаться, через призму вот этой всей своей сущности он вам может только улыбаться, он не может отсечь весь этот мир, вы раз появились и вы для него все вот, понимаете, он не может этого сделать, потому что его мысли, его жизнь, его энергия, та же энергия, о которой мы с вами говорили, кстати, не договорили, вот вся его энергия, она находится в этом месте, она размышляет в этом направлении, она пребывает в этом. Естественно, когда вы заходите в магазин, очень странно было бы увидеть такого жизнерадостного, улыбающегося, такого на расслабончике человека, который вам говорит, добро пожаловать, как приятно, что вы к нам зашли. Да, такие тоже бывают, есть такие, которые могут быть на позитиве, понимаете, но я говорю саму сущность. А теперь давайте возьмем европейца. В данном случае я беру европейца, хорошего европейца, точнее европейца из хорошо развитой страны, да, из хороших стран развитых. Допустим, вот эта Латвия, где я сейчас нахожусь, Рига, она недалеко от такой Европы, и поэтому здесь тоже, когда заходишь в магазин, могут и не подняться вообще, то есть тебя типа и нету, понимаете, я уже не говорю о том, чтобы там сказать тебе, добро пожаловать, здравствуйте, как в других европейских странах, да. А в других европейских странах, друзья, ты когда заходишь в магазин, они тебе улыбаются. Так вот, почему я верю, что эта улыбка настоящая? Во-первых, кроме моего личного, как бы это сказать, ну, я чуть-чуть более-менее уже разбираюсь в людях, там, ну, так можно сказать, да. То есть я когда вижу человека и вижу, когда он мне улыбается, я вижу, улыбается он по-настоящему или нет. Вот сейчас даже уберем эту тему. Просто человек, который тебе улыбается в Европе, в хорошей европейской стране, понимаете, у него все стабильно. У него очень хорошая, относительно, естественно, зарплата. Он, у него есть хороший дом. Его дети, если у него есть дети, допустим, они могут спокойно пойти в свой детсад, спокойно пойти в свою школу. Ему не надо переживать, как же они придут, как же они пройдут какой-то район, допустим, вот даже этот же район, в котором я сейчас нахожусь. К примеру, я говорю, так, не надо переживать. Все тихо, все спокойно, все красиво. Ему не надо переживать даже, что полицейский тот же может что-то там натворить. Да, это уму непостижимо вообще такое в голову даже не придет к жителю какой-нибудь европейской страны, что полицейский может там что-то с кем-то сделать, понимаете? То есть автоматом психологический настрой человека спокоен, уравновешен, он себя очень хорошо чувствует. И когда ты заходишь в магазин, он тебе говорит просто нормально, не то, что там, знаете, делают улыбку, такое счастье изображать. Нет, он просто тебя приветствует. И ты чувствуешь, что вот это его приветствие, вот это его добро пожаловать, вот это его, знаете, оно именно на этом уровне и находится. И именно на этом уровне оно находится. Есть такие страны, есть такие страны даже, если я не ошибаюсь, Швейцария. Там нельзя работать больше определенного времени. Вы представляете? То есть представьте, вы хотите, допустим, как обычно в России, да, или там где-то еще. Остаешься там на работу, больше работаешь, больше делаешь. А у них нельзя. На первый взгляд это кажется абсурдом. На самом деле никакого абсурда, все нормально. Нельзя. Потому что потом, потом, европейцы же далеко не глупые, у них все красиво, все четко. Потом, твои болезни, которые могут у тебя появиться, твое лечение, еще какие-то симптомы, да, они могут быть, обойтись дороже казне, то есть государству, чем то, что ты получаешь, когда ты работаешь, вы понимаете? То есть, чем государство получает прибыль, налог, когда ты работаешь. Понимаете, суть какая сильнейшая? То есть нельзя тебе больше работать. Конечно, ты работаешь часы, которые тебе можно работать, естественно, они тебе хватают. То есть, не так, что ты с голоду умираешь, ты говоришь, я хочу работать, а тебе не дают. Нет, тебе хватает, все нормально, но даже если ты хочешь больше работать, тебе нельзя. Потому что потом ты будешь приносить убыток. Но у этого же есть и вторая сторона, как ты себя чувствуешь, ты не перерабатываешься. Именно отсюда и возникает эта улыбка, о которой мы говорим. Именно отсюда. Именно поэтому, когда ты заходишь в магазин в хорошей европейской стране, они тебе красиво улыбаются, красиво с тобой здороваются. И это исходит от души, потому что у них на душе спокойно. Они не вынуждены тебе делать вот эту искусственную улыбку. А в этот момент думать, пришел ли мой ребенок со школы. Понимаете? То есть, несочетание происходит. Вроде бы, говорят тебе одно, а в глазах промелькает вот эта фальшивая улыбка другое. Нету этого. По крайней мере, в Европе нету. Вот в Америке зато. Насчет Америки теперь я хочу поговорить. Сейчас я извиняюсь, друзья. Мед. Мед, как говорится, не заржавеет. Кстати, хочу вам сказать, что есть мед с горячим чаем вредным. По крайней мере, мне так сказали. Я не знаю, правда, нет? Вот. То есть, там происходят какие-то... Какие-то эти происходят... Слияния. Не знаю, что там за слияние происходит. В общем, они вредны для здоровья. Поэтому горячий чай с медом не пойте. Не пейте, не пейте чай горячий с медом. Сейчас, может, у нас в студии новые гости появятся. Не, нового гостей нету. Вот. Насчет Америки теперь. Друзья, я не был в Америке. И не скажу за всю Одессу, как говорят. Но за всю Америку, то есть за весь мир. Но у меня есть такое предположение, что Америка все-таки от Европы отличается тем, что в Америке надо пахать. Естественно, в Европе тоже надо пахать, да? То есть, помните, если вы помните ролик, я его выкладывал несколько дней назад, он назывался «О свободе и... о свободе и халяве в Европе». Вот. Мы там говорили о том, что хочешь ты не хочешь, то есть хоть Европа, хоть не Европа, а пахать надо. Вот. То же самое в Америке. Но мне кажется, что в Америке все намного хуже, намного жестче в этом плане. То есть, если у тебя нету своего какого-то бизнеса, да, мне так представляется, еще раз повторюсь, потому что я в Америке не был и не знаю, мне так представляется, что если у тебя нету своего бизнеса, то вот обычные работы, любые вот обычные работы, которые на кассе, в магазине, там где-то на уборках, на стройке, которые в Европе, ты более-менее находишься в таком хорошем положении, в Америке же при таких работах надо пахать. То есть, как в Швейцарии, я уверен, что в ни в одном штате Америки нету такого закона, который бы пресекал инициативу работать. Я так думаю, что нету. Может быть есть, но я не думаю, невозможно это. Мне так кажется. То есть, сама система американская надо пахать. Поэтому там все жестко. И все строится на деньгах, конечно. Деньги, 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 деньги. И когда ты заходишь в магазин, опять-таки, как мне кажется, настолько сильно существует вот эта конкуренция, настолько сильно развитие, а развитие-то идет при всем этом, правильно же? То есть, бизнес идет, развитие идет. И поэтому, естественно, вот эта улыбка, которая появляется, это есть продукт недушевного состояния, как в Европе. Хотя в Европе тоже, когда ты заходишь в магазин, они обязаны с тобой здороваться. То есть, это им поинструкции. Это не то, что они сами хотят. Им поинструкции. Они должны это делать. То есть, ты заходишь в магазин, они тебе должны сказать добро пожаловать, здравствуйте, хотите что-нибудь, не хотите. То есть, у них есть свои инструкции. Но, они это делают, вот эта душевная равновесие, о которой мы говорим, в Америке, это душевная равновесие другое, оно уже измеряется деньгами. То есть, в Америке, когда человек заходит в магазин, да, как мне кажется, еще раз повторюсь, уже, вот эта вот улыбка, она уже все-таки более искусственная. И, она уже идет из-за конкуренции, из-за бизнеса, из-за денег. То есть, возможно, такой вариант сейчас грубый, что если ты улыбнулся, заманил клиента, сделал продажу, ты получил процент. Понимаете? То есть, я сейчас такое грубое развитие вам сказал, но, по сути, это так. Я так думаю, точнее, что это так. Такие вот дела. То есть, если у меня спросить, вот чем отличается постсоветская улыбка, европейская улыбка и американская улыбка. Насчет американской улыбки я не уверен, естественно, но насчет европейской улыбки и российской, или постсоветской улыбки, я все-таки уверен. То есть, такие предположения. Не знаю, пишите, друзья, комментарии свои, что вы об этом думаете. То есть, ваше наблюдение. У меня же все-таки банда живет в разных странах. Какие у вас мысли приходят в голову? Вкусный чай. Хороший. Да, спасибо. Это вода в нем закипает, вот кипяток, или нет? Или там 90 с чем-то градусов идет? И кипяток. Кофе так же, да? Кофе тоже. Вот такие дела. Ладно, моя банда, пойду я, наверное, потихонечку по своему райончику прогуляюсь. Так, у нас уже просто больше часа. Мы, конечно, сегодня так говорим ни о чем, но время идет. Хотя времени не существует, несмотря на это. Она идет, точнее, не она идет, а мы идем. Чем мы идем быстрее, тем время, кажется, идет быстрее. Ну ладно, это уже другая история. Друзья, что тут сказать? Пока буду выключаться. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что поддерживаете. Я думаю, что вы примерно хотя бы поняли мои дальнейшие планы, вообще, что я намерен делать, как я собираюсь двигаться. и исходя из этого, как-то мы будем определяться. И, естественно, спасибо вам за поддержку, за то, что есть, потому что, если вас не будет, сами понимаете, то есть, я-то, конечно, двигаться буду, так, знаете, одиночка такой, но, когда мы вместе, это совсем другое, это уже та самая энергия, в которой мы с вами находимся, потому что, как мы уже сказали, все это, все это, это есть только одно движуха, и все, больше ничего нету, просто движение, вся вот эта жизнь, вся, все это движение, 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 и уже заканчивая, единственное, я вам хочу пожелать, знаете чего, я вам хочу пожелать, чтобы вы сами себе настраивали на хорошее, на хорошее движение, на хорошее, я вам объясню, в каком смысле, вот ваша мысль, ваша простая мысль, да, она создает вас, она создает вашу, вот эту энергию, это энергия, это все энергия, понимаете, она создает вашу энергию, допустим, если вы пребываете в какой-то хорошей энергии, вы в ней пребываете, в мире энергии, вот этих вот потоков, энергетических потоков, Если хотите, так можно выразиться Существует Очень большое количество Они, в принципе, даже небольшое количество Я бы сказал, что существует бесконечное количество Энергетических Энергетических мест В котором вы можете попасть То есть, допустим, любую тему, которую вы хотите Вы можете попасть Вот я хочу автомобиль Я сейчас говорил вам, рассказывал Я хочу кабриолет черно-белого цвета Красивый Который двигается в солнечную Калифорнию Вот я себя буду настраивать На этот энергетический поток То есть, чтобы моя энергия Моё я, понимаете, моя мысль Мои мысли, они Сочетались С этой энергией, с энергией этого Автомобиля Понятное дело, я надеюсь, вы понимаете Что автомобиль сам Ценности никакой не имеет, это ерунда Это ничего То есть, ценность заключается в энергии Которую мы получаем Которую мы друг другу даем Естественно, хорошую, добрую энергию Потому что мы-то можем и негативную давать Да, но Здесь мы убираем все негативное Это на других каналах Кто хочет, смотрите там Здесь только Только хорошее Говорю это реально Потому что зло, негатив, войны И все это Лично меня это все достало Притом достало уже давно Я это не хочу Не хочу, чтобы это было Точнее я скажу по-другому Я хочу, чтобы здесь Было Только хорошее Доброе Чудесное Прекрасное Свободное Замечательное Красивое Чтобы мы чувствовали себя нормально Так вот Вот эту энергию, которую я хочу Я посылаю И этот автомобиль будет Даст Бог, конечно Если Но он будет Понимаете? То есть, потому что Я буду в этой энергии Хотя я могу быть в любой энергии В любую тему я могу заруливать И так же и вы Если вы сидите в плохом настроении Одним щелчком просто раз И меняете его, и все Но Только в том случае Если вы хотите поменять Потому что плохое настроение Иногда, знаете, грусть Это тоже люди считают За плохое настроение Печаль Тоже считают плохое настроение А для меня, допустим Печаль, грусть Какие-то, знаете, такие вещи Как Одиночество Мне это нравится Я от этого кайфую Конечно Есть пределы Есть пределы То есть мне нравится Опять-таки движение Есть одиночество Есть общение Есть грусть Есть печаль Есть веселье Есть добрая пачанга Главное, чтобы не было Вот этого зла Зависти Не знаю таких вот Вещей То есть в этом заключается Наша энергия И поэтому Если вы хотите Что-то поменять Не бойтесь этого поменять Не ищите в этом сложности Не ищите в этом Материальных каких-то ценностей Оно все Вот тут вот Раз Щелчок И все Вы все поменяли У себя У себя В первую очередь У себя Меняйте И потом Вы сами Увидите Как все это Меняется Говорю вам Это кстати На полном серьезе Это я не то Что сейчас фантазирую Знаете Вам сказки Рассказываю Нет На полном серьезе Говорю Даже элементарно Мое путешествие Оно в принципе Именно вот так Сложилось Потому что Я себя просто Вот эту энергию Движение Вот этих своих Атомов Вот этих молекул Всех Вот этих материй Всех Я их просто настроил На вот такое движение И это получилось И все Я в этом пребываю сейчас И вы это видите То есть Скажем так Я живое доказательство Если так хотите Поэтому не бойтесь В своей жизни Что-то изменить Если вы это хотите изменить Если вы этого хотите сделать Не бойтесь И начинайте В первую очередь Себя Все будет нормально Свою энергию Направляйте К той энергии Которая вам нужна И все Не посылайте Негативных Вот этих источников Потому что Ваш негативный источник Энергии Он Приплюсивается Если так можно Приплюсивается Да Он приплюшивается От слова плюшка Приплюшивается К другой Такой же энергии И вы находитесь На этом уровне Но вам это нужно Если вам это нужно Другой вопрос Но если вы хотите Что-то такое светлое Хорошее Приятное Если вы хотите Двигаться вперед Развиваться Осуществлять Свои мечты Свои желания Свои цели То настраивайтесь Именно на эту волну Потому что существует Только та волна На которую вы настроитесь Для вас существует Существуют И все волны Но для вас существует Только ту На которую вы настроитесь Как на радио Поставьте Включите радио С той музыкой Которая вам нравится Включите для себя Добрую пачангу И вперед Друзья Будьте свободными Берегите себя Смотрите Анзор ТВ Двигаемся в Голливуд В солнечную Калифорнию Добрую пачангу